Всем кинолюбителям привет! Ну что ж, 2023 год подходит к концу, а значит канал Киноиндустрия запускает ежегодный цикл видео, посвященных отдельным жанрам кино, и сегодня у нас на обзоре лучшие анимационные фильмы года. Подписывайтесь, так вы всегда будете знать, что посмотреть. Поехали! Самый ожидаемый анимационный фильм 2023 года, высокие рейтинги, восторженные отзывы, все это Человек-паук, паутина вселенных. После воссоединения с Гвен Стэйси, Человек-паук попадает из Бруклина в мультивселенную, где встречает команду других паучков, защищающих само ее существование, а в это время нарастает угроза в лица коварного ученого по прозвищу Пятно. Майлзу придется очень нелегко, он должен остановить злодея, удрать от разъяренных коллег и спасти родных, при этом не разрушив паутину вселенной. Ты не можешь бегать вечно, малыш! Я не могу потерять еще одного друга! Это не то, о чем мы говорили! Вы знали? Ты понятия не имеешь, что ты делаешь! Всем подразделениям остановите Человека-паука! Меня? Меня? Чего? Что? Потом я посмотрел на свою дядю. О, дайте-ка угадаю, он умер. Великолепное, красочное фэнтези для любителей китайских легенд. Новые боги Ян Цзянь. Некогда могущественный бог Ян Цзянь заточил свою провинившуюся сестру под горой, в результате чего потерял часть сил и теперь живет как обычный смертный. Его команда на летающем корабле зарабатывает охотой за головами, и вот однажды загадочная женщина нанимает их разыскать воришку, стащившего семейную реликвию. Герой быстро его находит и выясняет, что этот паренек его племянник, и он намерен освободить свою мать из заточения. Ян Цзянь, мы разыскиваем Чэн Цзянь. Не мешай нам, прошу. А иначе... Чэн Цзянь! Слышал, у тебя тяжелые времена. Освеп, он освеп! Нельзя держаться за свои ошибки! Одним из самых ярких анимационных фильмов года является проект от студий Disney и Pixar, Элементарно. В городе Элемент Сити обитают вместе жители стихий, огня, воды, земли и воздуха, а уживаться им помогает простое правило – стихии смешивать нельзя. В центре сюжета оказываются непростые отношения огненного элемента, девушки со вспыльчивым характером Эмбер и водного элемента, спокойного и размеренного парня Уэйда. Несмотря на то, что они очень разные, у них, возможно, есть куда больше общего, чем кажется на первый взгляд. Воздушные частенько витают в облаках. О, моя куртка! Водные вечно во что-то вляпываются. На помощь! Земляных тянет к запретным плодам. Это не то, что вы подумали. Пробуем на спелость. А огненные? Доставка! Мы пылкие ребята. Пап, они слишком жгучие. Обожаю жгучие. Он в восторге. Великолепный, веселый анимационный фильм с прекрасным сюжетом и колоритными персонажами. Нимона рассказывает, как в фантастическом средневековом мире рыцарь Баллистер стал главным подозреваемым в убийстве королевы, после чего вынужден спасаться бегством. Дерзкая девочка-подросток по имени Нимона оказывается единственной, кто способен помочь беглецу очистить собственное имя. Однако вскоре рыцарь неожиданно обнаруживает, что его соратница является существом-оборотнем, которых Баллистер и обучен уничтожать. Настоящий злодей где-то рядом, и мне нужна помощь. Я в деле. Кого убьем первым? Что? Слушай, я помогу тебе, только обещай не психовать. Почему я должен тебе доверять? Обещай. Обещаю. Даже если увидишь Рок. Рок? Обещай. Обещаю, обещаю, что не буду психовать. А это часть, где вы разбегаетесь. Обещай, что я твой официальный напарник на веки вечные. Без возражений. А ты не можешь просто быть собой? Не понимаю, о чем ты. Анимационный фильм на основе серии видеоигр Марио от компании Нинтендо. Братья Супер Марио в кино. Целеустремленный Марио с детства неразлучен со своим застенчивым младшим братом Луиджи. Оба уходят от своего работодателя, чтобы открыть собственный сантехнический бизнес. И вот однажды Марио и Луиджи спускаются в подземные коммуникации, где неожиданно попадают через таинственную трубу Фантастическое Грибное Королевство. Там главные герои втягиваются в невероятные приключения по спасению принцессы. Вселенная так огромна. В ней столько галактик. И все они рассчитывают на нас. Но я не давлю. Анимационные версии по Обителю Зла никогда не славились высокими оценками. Однако тут создатели поместили всех классических персонажей в один фильм. А что из этого получилось, смотрите сами. Обитель Зла. Остров Смерти. Сан-Франциско 2015. Леон разыскивает похищенного инженера. Клэр исследует тушу погибшего кита. А Джилл и Крис расследуют странные случаи заражения. Единственное, что объединяет жертв, все они недавно посещали Аль-Катрас. Отправившись туда, главные герои оказываются в эпицентре вспышки вируса. Сколько уже было анимационных адаптаций классической китайской сказки о царе обезьян. При этом каждая из них стоит признать довольно хороша. И вот за дело берется Netflix. По сюжету обезьяний король стремится войти в клан бессмертных. Для этого ему нужно сразить сотню демонов. И с помощью волшебной трости он делает это без особых проблем, попутно получая признание и славу. Но все меняется, когда герой встречает девушку по имени Лин. Та объясняет царю, что важнее не побеждать демонов ради славы, а помогать окружающим. Как же повезло нам, глупым деревенщинам. Он спас наш город. Он храбрейший и самый крутого... Круто... Разве... Есть такое? Прошу аплодисменты. Уууу! Царь обезьян! Забавный и в то же время поучительный мультфильм Лео рассказывает о 74-летнем ящере по имени Лео, который всю свою жизнь прожил в террариуме флоридской школы. Узнав, что жить ему осталось всего год, Лео решает бежать, чтобы познать всю прелесть свободной жизни. И вот, когда учитель дает задание каждому из учеников на день забрать Лео к себе домой, главный герой понимает, это его шанс. Но неожиданно для себя говорящий опытный ящер становится для детей не только своего рода психотерапевтом, но и настоящим другом. Надеюсь, уже все познакомились с нашими животными, Леонардо и Сквидди. Я даже не прикоснусь к ним. Эй, они же спят, едят и какают в одном месте, да? Эй, я вообще-то какаю, где он спит. Путь свободен. Ау, вот же мать, Годзилла! Это было? Ты только что заговорил? Нет! Он говорил, мама! Люди не должны знать об этом! Почему у тебя лапы мокрые? Они единственные, что влажные. Третья часть музыкальной франшизы Тролли, основанной на серии популярных датских кукол. Тролли 3. Цветан и Розочка живут счастливо в королевстве троллей, как вдруг появляется старший брат Цветана, который рассказывает, что одного из их братьев похитили неизвестные злодеи. Так, Розочка узнает, что Цветан когда-то был частью ее любимого бойс-бенда Братаны вместе со своими четырьмя братьями. Главные герои отправляются в путешествие, чтобы наконец воссоединить семью с помощью волшебной силы музыки. Мы собрались с вами здесь. Остановитесь! Я Солнечник, давно пропавший брат Цветана. Что? Драма! Тинклс, попкорн? Слушай, Брюлик, а чё это за кнопка такая? Ты про кнопку улёт? Держусь из последних сил, чтобы ее не нажать. Нажимай. Вау! Так вот что это за кнопка. Ха, погляди-ка. Лёгкий и весёлый, милый и добрый – всё это о мультфильме «Мумий-ёжки». По его сюжету в потайном мире глубоко под землёй существует большой город, в котором живут мумии древнего Египта. Тамошняя принцесса Нефер по воле богов должна выйти замуж за колесничего по имени Тут, однако никто из них не торопится заключать брак. И вот когда археолог из мира людей находит королевское обручальное кольцо и увозит его в Лондон, главный герой отправляется вслед за ним, в процессе чего сталкивается со множеством приключений. О-о-о, гляди, поедем на людской колеснице! Ну, давай, 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 давай! Ну, что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok